Здравствуйте, уважаемые телезрители в эфире программы «Актуальное интервью». Меня зовут Алсу Щепотева и сегодня гость нашей студии, директор управления муниципальными заказами Альфея Солбанова. Альфея Риммановна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о своей организации, чем она занимается. Наше учреждение было создано распоряжением администрации муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан 17 марта 2011 года. То есть сегодня вам 9 лет, вас можно поздравить. Да, можно. На сегодняшний день у нас работает 5 сотрудников, 5 специалистов, они все с высшим образованием, все очень грамотные специалисты, компетентны в своих вопросах, имеют дополнительное образование по закону контрактной системе. Чем вы занимаетесь? Если простыми словами, то это, скорее всего, мы являемся связующим звеном между заказчиками, это муниципальными заказчиками и поставщиками, исполнителями, подрядчиками. А кто ваши заказчики? Наши заказчики – это муниципальные учреждения. На сегодняшний день их около 80-80 учреждений. Это школы, детские сады, администрации муниципального района и городского поселения, сельского поселения. Для того, чтобы провести ту или иную закупку, заказчик изначально составляет план, то есть смету. Даже та же самая смета, она проходит экспертизу в прокуратуре. Далее по этой смете для того, чтобы реализовать все свои планы, для того, чтобы все это сделать, будь то ремонт дорог, будь то ремонт какого-то здания, учреждения, они объявляют закупку. При этом готовят документацию к этой закупке. В эту документацию, в состав документации входит сама заявка, где они прописывают, что они хотят сделать, коротко. Далее, значит, техническое задание, техническое задание, что из себя представляет, где они максимально подробно описывают тот или иной товар или работу, которую в конце концов хотят получить для удовлетворения своих муниципальных нужд. И в состав заявки также входит муниципальный контракт. При этом, что еще хочу сказать, что это не просто так вот, да, у меня есть 500 тысяч ремонт дороги, и я ее буду вот в эту сумму вкладывать в этот ремонт. Для этого нужно, чтобы заказчик предварительно составил смету. Если это требует законодательства, то эта смета должна пройти экспертизу, государственную экспертизу. Если, значит, это приобретение товара, тех же самых канцтоваров канцелярских, да, тех же самых, ну, если для школы это шкафы, стулья, парты, то заказчик должен подготовить обоснование этой цены. То есть он должен провести анализ рынка, это не менее 3-5 поставщиков, запросить предложения коммерческие и уже отсюда и из этих исполученных запросов вывести среднюю цену. И вот это будет у нас обоснованием цены закупки на приобретение товара, в частности, парты, шкафы, как я уже говорила. И для того, чтобы максимально правильно и в рамках закона о контрактной системе это все было сделано, для этого и существует, наверное, наша организация с тем, чтобы предостеречь заказчиков от ошибок. Наши специалисты проверяют эту всю документацию, проверяют обоснование цены, проверяют все ли ГОСТы и СНИПы, все нормативные акты существуют, правильно ли они применены в данном случае, в данной закупке. И максимально быстрые и короткие сроки мы подготавливаем далее документацию для того, чтобы разместить ее в единой информационной системе. Разместив документацию о проведении торгов, о закупочной процедуре в единой информационной системе, получается, что мы ее объявили на всю страну. И буквально любой гражданин нашей Российской Федерации может изучить эту процедуру, эту закупку. Если ему что-то непонятно, он дает в определенные сроки, подает, значит, запрос на разъяснение документации. А если ему что-то не понравится или он сочтет тем, что где-то каким-то образом ущемлены права участников, то он может подать жалобу как в Федеральную антимонопольную службу, так и в прокуратуру. Были такие случаи? Интересно просто узнать. Да, были. Были, да? То есть люди действительно звонили? Да, не только люди, но, скажем так, поставщики, реальные поставщики подают жалобу, если они не согласны с нашими документами, которые были вывешены в единой информационной системе. Вот. Приходится в кратчайшие сроки, ну, в регламентированные сроки ездить на рассмотрение в антимонопольную службу в город Уфа и уже там доказывать свою правоту, и что тот или иной подзаконный акт был правомерно здесь применен. После размещения на едином вот этом портале, да, что происходит с этой закупкой? На сегодняшний день законодатель упростил процедуру размещения. Значит, ранее было это 15 и более дней, да, в каких-то определенных моментах наша закупка висела в сети интернет. То есть две недели дается на то, чтобы найти исполнителя этого заказа, правильно? Нет, скажем так, чтобы участник нашел нашу закупку, изучил ее и смог подготовить свою документацию. Свою документацию, потому что если это электронный аукцион, то процедура такая, что на электронный аукцион мы, значит, вывешиваем извещение на 7 дней. И в течение 7 дней участник изучает, готовит и в первых частях подает заявку. Это или согласие, или согласие на поставку, согласие на выполнение работы, или согласие на поставку товара. А если у нас товар, то у нас есть такая возможность при описании, значит, при подготовке технического задания запросить у участника еще и конкретные показатели. Вот, конкретные показатели, где мы подразумеваем, что именно стол, вот, не более, не менее мы прописываем вот с такими... Какие-то параметры такого-то цвета, например, да, все это можно прописать? Все это можно прописать, но при этом нельзя ущемлять поставщиков. То есть, как минимум, трое участников должны, по подразумению вот законодателя, должны нам, чтобы смогли нам поставить этот товар. Чтобы не узкие были параметры, что только, например, одна фабрика делает такие карандаши. Да, совершенно верно, чтобы не ущемлять рынок поставщиков. Более-менее широкий ассортимент должен быть, да? Да, да, и чтобы создать какую-то конкуренцию на рынке, ведь вся эта система, она все-таки ведет к тому, чтобы... К чему это получается все-таки? Чтобы за малые деньги приобрести качественный товар, услугу или работу. Вы сказали, аукцион бывает, да, аукционная закупка. А какие еще виды закупок существуют? Это же не единственные? Да, это не единственный вид. На сегодняшний день самый популярный – это электронный аукцион. Далее это, наверное, открытый конкурс, теперь тоже уже в электронной форме. Запрос котировок тоже в электронной форме и запрос предложений. Самый популярный и чем пользуетесь вы? Самый популярный среди наших заказчиков вид торгов – это все-таки остается электронный аукцион. В чем его плюс? Это в режиме, ну, скажем так, электронный аукцион, он идет в основном ориентирован на снижение цены. То есть в онлайн-режиме участники на электронных площадках ведут торги на снижение начальной максимальной цены. Если работа была объявлена на 500 тысяч, скажем, тот же ремонт дорог, да, то участники, подав свои заявки, выразив свое согласие на участие в аукционе, уже непосредственно при проведении аукциона снижают шаг аукциона. Это 0,5%. То есть как они захотели, максимально допустимо для себя, они могут съездить цену, да? Здесь, Алсу, еще хотелось бы сказать, есть такой момент, что законодатель и этот момент… Предусмотрел? Предусмотрел, да. Если идет снижение более чем на 25%, то здесь уже применяются антидемпинговые меры. К этому участнику, победителю аукциона, если он будет в дальнейшем признан победителем, применяются вот эти условия. Что это такое? То есть это при исполнении контракта у нас есть такой термин «обеспечение контракта». То есть обеспечение контракта устанавливается, если закупка свыше 1 миллиона до 30%. То есть, простыми словами, это участник, прежде чем приступить к работе, гарантирует, что он исполнит, выполнит эту работу в срок своевременно и качественно. И за вот эту цену, которую он сам предложил. Да, и за эту цену. Но при этом обеспечение контракта остается на том же уровне от начальной максимальной цены. То есть, если было предусмотрено 30% обеспечение, значит, при заключении контракта, уже в период заключения контракта, участник обеспечивает это или денежными средствами, или банковской гарантией. Далее, значит, после проведения аукциона, где наши участники, скажем так, проторговались, от электронной площадки нам поступают вторые части участников. Во вторых частях мы видим... Хотелось бы еще вот сказать, что у нас первые части и вторые части существуют понятия, да, в этих электронных торгах. В первых частях мы не видим, кто подает эту или иную заявку. То есть, все эти заявки, они зашифрованы. И это приводит... То есть, вы не видите какой-то поставщик, какой-то город, совсем не видно. Нет, абсолютно. Он обозначается пятизначным номером, который присваивает... Присваивается номер просто и... Да, который присваивает площадка. Только при выигрыше узнается. Да, только после того, как прошел аукцион мы можем увидеть, потому что электронная торговая площадка скидывает нам документы. И после этого мы уже проверяем, опять-таки проверяем их на те или иные соответствия закону. Проверяем на соответствии закону о контрактной системе. Торги прошли, мы узнали, кто у нас исполнитель, и что происходит дальше? Так, комиссии мы рассматриваем. Комиссии от пяти человек, пять. Наши сотрудники, наши все специалисты. Есть привлеченные специалисты. Если потребуется эксперт, то мы можем привлекать и экспертов. Из этой области, да? Да, из этой области. В нашем случае было, что мы для школы искусств покупали фортепиано, где непосредственно нам нужен был этот эксперт. И мы привлекали эксперта даже с другого района, помню. Приезжали, смотрели, изучали документацию, подходит нам это или не подходит. Эксперт пришел, комиссия прошла. Так, после того, как прошло заседание комиссии, и мы определили победителя, оформляется это все протоколом, и этот протокол, он вывешивается в единой информационной системе. После того, как повесили протокол, в течение 10 дней заключается муниципальный контракт. Этот промежуток дается еще и для того, чтобы, если среди участников были лица, которые не согласны с итогами протокола, они могут опять-таки обжаловать действие комиссии в антимонопольный орган. Далее, значит, если все прошло хорошо, если никто жалобу не подал, значит, контракт заключается и исполняется заказчиком. А сколько времени проходит от начала заказа, от идеи, так скажем, до исполнения? По закону это как-то прописано? Ну, в принципе, смотрите, сейчас опять-таки законодатель уже на сегодняшний день максимально минимизировал эти сроки, да, то есть у нас до момента размещения извещения на сайте есть еще такой пункт, как размещение этой закупки в плане графики. Я ранее говорила, что если заказчик утверждает свою смету, в этой смете он прописывает все свои нужды, то согласно этой смете он уже в дальнейшем должен разместить все вот эти свои нужды, все свои закупки в плане графики. Этот же план, график, он опять-таки вывешивается в единой информационной системе, в ЕИС. Что касается исполнителя, вы же проверяете их на добросовестность, есть какой-то список недобросовестных, то есть вот, например, выиграл аукцион недобросовестный, что как вы узнаете об этом, нет? Да, мы вот после того, как прошли торги, после того, как мы уже видим, кто из участников подал заявки на участие в торгах, да, мы проверяем этих участников, не находятся ли они в реестре недобросовестных поставщиков, не находится ли участник закупки или юридическое лицо в списке, в реестре нарушителей или лиц, грубо говоря, да, которые были привлечены в течение двух лет до момента подачи заявки на участие, значит, в закупке по административному правонарушению, предусмотренному статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. А самые такие необычные закупки, которые вы совершали вот за эти 9 лет, что вам запомнилось? Каждая закупка сама по себе, она интересная. Получается, что наши специалисты, они должны разбираться не только в том, допустим, даже элементарно покупаем бумагу, да, из какого качества, какого состава должна быть эта бумага, но мы должны еще и знать, соответствует ли она ГОСТу, какой ГОСТ применяется к этой бумаге. Далее, допустим, наши специалисты не только в этой бумаге должны разбираться, но и продукты питания. Когда мы покупали продукты питания для нашего школьного комбината питания, да, на сегодняшний день немножко упростилась процедура, мы уже покупаем, просто закупаем для наших муниципальных школ услуги по организации питания в школьных и дошкольных учреждениях. Наши специалисты, вот недавно мы покупали, закупали, значит, автомобили для сельских поселений. Это тоже сделали вы? Это тоже было через нас объявлено. И наши специалисты не стоят на месте, они идут в ногу со временем. Хотелось бы сказать, что была грамотно проведена закупочная, подготовлена закупочная документация, и своевременно, и в срок было все размещено. И в дальнейшем вот наши сельские поселения получили автомобили. То есть каждая новая закупка – это новые здания для вас, для ваших специалистов, правильно получается? Да. В разных сферах. Я хочу сказать, в чем еще хотелось акцентировать свое внимание, что это была проведена совместная закупка. То есть мы не для одного сельского поселения отдельно покупали этот автомобиль, а мы провели совместную закупку, где все 12 этих сельских поселений были объединены в одну закупку, в одну закупочную процедуру, это получается, что мы немножко упросили. Упросили себе работу, то есть не каждому по три, например, вы искали, а получается… Один поставщик у нас был, являлся, один поставщик являлся исполнителем, и намного проще заказчикам, когда с одного спрашивать, или с пятерых, или с троих поставщиков, чтобы они исполнили своевременно и в срок свой вот этот контракт, который они подписали по итогам. Появились ли какие-то новшества при проведении закупок? Хотелось бы сказать, что законодатель не стоит на одном месте, и он, знаете, грубо сказать, каждые две недели вносит какие-то изменения в наш закон о контрактной системе. Наиболее значимым и полезным, наверное, в последнее время для заказчика непосредственно было, наверное, такое, что законодатель ввел такое понятие, как обеспечение гарантийных обязательств. То есть заказчик вправе установить гарантийные требования. Допустим, если это вот мы недавно проводили закупки башкирские дворики, благоустройство дворовых территорий, где предусмотрено установление малых архитектурных форм, и на эти мафы, значит, производитель дает нам гарантийный срок один год, в свою очередь заказчик тоже может, значит, выставить такое требование к поставщику. И поставщик, в свою очередь, исполняет эти гарантийные обязательства. Он в виде денежных средств или в виде банковской гарантии оставляет у заказчика, что в течение года с этими мафами ничего не случится. А если же и случится, то он в рамках этих обязательств должен будет своевременно устранить эти неполадки. То есть такая подушка безопасности для заказчика, правильно? Да, совершенно верно, да. Насколько квалифицированно и правильно была подготовлена закупочная документация и своевременно, значит, все это вывешено в единой информационной системе, зависит итог нашей работы. Потому что, повесив извещение в единой информационной системе, любой участник, любой гражданин Российской Федерации, как я уже говорила, может подать жалобу. И как в антимонопольную службу, так и в прокуратуру. То есть мы находимся под таким постоянным надзором со всех сторон. И это требует от наших сотрудников, от наших специалистов максимально компетентного, максимально точного, профессионального изучения той или иной закупки и применения всех своих навыков в практике. Альфия Римовна, еще раз поздравляем вас с профессиональным праздником. Спасибо за интересную беседу. На этом наша программа подошла к концу. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова